Всем привет! В этом видео мы узнаем об одном из наиболее популярных персонажей вселенной SCP – Старике. Видео с чтением статьи об этом персонаже есть на этом канале, ссылку оставлю в описании. Но на самом деле о нем есть куда больше всего, чем то, что написано в статье сайта, и сейчас я об этом расскажу. Для начала вот первый вопрос – что же такое вообще изображено на картинке из статьи про старика? Если немного к ней приглядеться, можно увидеть подтеки краски и следы от кисти или чего-то подобного. То есть это реальный рисунок на какой-то поверхности, возможно граффити, а может даже и картина. Автор произведения так и остался неизвестен. Однако в сообществе по вселенной постоянно вбрасывают одну версию, которая также поддерживается авторами SCP, например доктором Гирсом. Версию о том, что рисунок старика – это изображение смеющегося человека вот с этой фотографии. Так что будем придерживаться этой версии. Итак, кто же этот весельчак? На самом деле ничего веселого на картинке не происходит. На фотографии мы видим кадр из окопов Первой мировой войны, снятой во время битвы у деревни Флес-Курсье во Франции в 1916 году, в которой объединенная армия англичан и французов разбила немцев, потеряв 30 тысяч человек и убив при этом около 100 тысяч немецких солдат. На фотографии мы видим брошенные шлемы и винтовки прямо перед окопами. Один солдат ведет раненого, а в нижнем левом углу на нас безумным взглядом смотрит человека смеется. Его имя неизвестно, зато известен диагноз. Это так называемый «шелл-шок». Я не нашел адекватного перевода на русский, но суть в том, что военные врачи Западного фронта так называли состояние, в которое впадали некоторые бойцы после событий войны. Это состояние впервые описано в 1915 году. В ходе войны полевые врачи выяснили, что почти 10% из тех, кто побывал на поле боя, в той или иной степени сходят с ума. Было предположено, что в бою, где тебя вне зависимости от твоих действий, умений или храбрости, может в любую секунду просто разорвать херам упавший артиллерийский снаряд, часть людей от страха и ощущений беспомощности и отсутствия контроля за ситуацией просто теряет рассудок. Состояние «шелл-шок» характеризуется полной потерей умения говорить, мыслить, на фотографии, пораживанные этим состоянием, почти всегда улыбаются и смеются. Можно подумать, что они делали так, чтобы избежать дальнейшего участия в войне, но многие из этих людей никогда больше не приходили в себя, живя с безумной улыбкой, диким взглядом и дерганной походкой весь остаток своей жизни. С этим объектом есть довольно много рассказов, раскрывающих его происхождение, и наиболее популярный из них, под названием «Молодой человек», как раз использует часть этой фотографии. По сюжету во время Первой мировой старика звали Лоуренс, и никто не мог точно сказать, откуда он взялся. И раньше, и сейчас поднимать тему Капрала Лоуренса в разговорах считалось табу, но после того, как он вместе со своей аурой удалился, слухи начали циркулировать со всей сладостью запретного плода. Никто не помнил, чтобы он хоть раз говорил о доме, ему не приходили надушенные письма, он сам никогда ничего не писал на подмокших, заляпанных грязью листах, он часто говорил о своих снах, бывало досадовал на нехватку провизий и удовольствий, но делал это как-то без души. Даже более высокопоставленные чины начинали задаваться вопросами. Никто не мог найти приказы на его размещение, он прибыл с отрядом подкреплений из Франции, но документов по нему не было. Другие бойцы из того подкрепления ни разу не видели его до той ночи, когда их затолкали в вагон вместе с другими обрывками потрепанных германцами войск. Среди рядовых поползли шепотки, что капрал злое наваждение. Почти у всех, кто спал с ним в одном бараке, появилась траншейная стопа, и даже комнаты, в которых он обычно ошивался, приобретали плесеневый и болезненно сладковатый запах, слишком густой даже для окопов. Во время одной из боевых вылазок солдаты нашли странный окоп, в котором лежали обезображенные тела. Посреди него была дыра в пространстве, из которой лилась черная слизь. Пока остальные солдаты пытались поскорее покинуть страшное место, Лоуренс залез в эту дыру и вылез из нее уже каким-то не таким. Когда они подоспели, из дыры показалась рука. Все как один подняли винтовки и рявкнули, чтобы владелец этой бледной, дрожащей руки назвал себя. Затем у них на глазах из дыры показалась вторая рука, а затем бледная и трясущаяся голова капрала Лоуренсом. Он был заляпан черной слизью, похожей на смолу. Давясь приступами кашля, он подтянулся и вылез из дыры рядом с Диккенсоном, который хватал ртом в воздух. Солдаты рванулись было помочь ему, но тут капрала вырвала мощным потоком той же отвратительной слизи, которая покрывала все его скрюченное тело, и пропитала форменные штаны, безнадежно их испортив. Трогать его никто не хотел, пока неудержимый, казалось, поток мути не перестал литься из него. Лоуренс упал без чувств, глаза закатились, тело обмякло, как, увы, потрошены рыбы. За последующие несколько дней капрал полностью переменился. Он стал разговорчивый, но однополчане быстро начали тосковать по былому неловкому молчанию. Он болтал о том, как хороши закрытые пространства, какое творение и какое разрушение расцветает в них и вокруг. Об упущенных удовольствиях от объема и содержания этих речей кое-кто пригрозил капралу Лоуренсу тихой и бесславной смертью, отчего улыбка, не сходившая теперь с лица Лоуренса, стала только шире. Далее по сюжету рассказа Лоуренс содержали в психушках Франции, откуда он постоянно куда-то пропадал. Но затем непонятным образом снова появлялся, бормоча что-то про другие измерения и удовольствие. А в какой-то момент пропал совсем, после чего его видели то тут, то там. В основном в местах войн и катастроф, куда старик являлся на запах страданий и затаскивал новых жертв в свое карманное измерение для своих жутковатых развлечений. Некоторых из них он отпускал, после чего их всегда находили искалеченными и психологически сломленными. Фонд пытался содержать старика в зоне 19, но на самом деле фонд просто создал там удобные для него условия, такие что монстр не хочет уходить. Но SCP-106 может вырваться практически в любой момент и начать похищать людей в любой точке планеты, о чем есть несколько лорных рассказов. Вообще о жизни старика после войны, во время содержания его фондом, а также про то, как его постоянно ловят, написано уже столько. Что наверное хватит на несколько книг, также он постоянно упоминается в разных сюжетных ветках. Например, про него есть сюжетная арка в рассказе «Матрешка» из канона «Холоднейшая война», состоящая из 11 глав, который на русский язык так и не перевели. Но что же в итоге мы о нем знаем? Мы знаем, что это когда-то был боец, капрал Лоуренс, воевавший в Первую мировую с немцами, затем попавший в какую-то аномалию посреди окопов. Эта аномалия была концентратом страданий и ужасов войны, в небольшом карманном измерении, куда Лоуренс после этого события мог залезть откуда угодно и вылезти оттуда где угодно снова. Взаимодействие с этой аномалией изменило Лоуренса и превратило его в то, что мы знаем как старик. Но вот интересный вопрос. Кем был Лоуренс до войны? После чтения огромной кучи SCP и лорных рассказов по нему, у меня появилась интересная теория на этот счет. Из рассказа «Молодой человек» мы знаем, что свойство превращать все кругом в ржавчину и насылать болезни на окружающих было у Лоуренса до того, как он залез в эту аномалию. Также точно такими же свойствами обладает SCP-2933, господин Жуть, из коллекции малых господ доктора Развлечудова. Кроме того, так же как и все маленькие господа из этой коллекции, старик не знает своего прошлого. Вернее не старик, а капрал Лоуренс. То есть капрал Лоуренс был очередным изделием доктора Развлечудова. На этом может указывать также и то, что основным занятием Лоуренса в армии было превращать все в глупый абсурд, чем в целом занимаются почти все изделия доктора Развлечудова. Но в итоге, видимо, что-то пошло не по плану, и маленький господин капрал Лоуренс попал в ту аномалию, а вылез из нее уже самый настоящий монстр. Старик, развлекающий себя самыми страшными страданиями человечества. Такие дела. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok